Трагическое падение детей в люк произошло в промышленной зоне на пустыре, но опасности для детей таятся и на территории города. В этом убедились правозащитник, чиновник и журналисты, приехав в центр заводского района Саратова. Подробности рейда у Юлии Шишкиной. Во дворе дома номер 3Б по проспекту энтузиастов цветы жизни явно не растут. Зато тыква на детской площадке чувствует себя прекрасно. И это еще не самое страшное, уверяет Татьяна Загородняя. В новую должность уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области она вступает с проектом «Безопасный город» и задается целью выявить на территории Саратова все опасные для детей места. Например, эти не огороженные развалины снесенного дома на улице Киевская в заводском районе. Это повышенные опасности места. Это места сравнимые с ведением боевых действий. Представители районной администрации уверяют, что не имеют права заставить собственника поставить заграждение. Впрочем, из жалобы в прокуратуру чиновники тоже не обращались. Детской назвать площадку дома номер 10 по улице Киевской язык не повернется. Сваренный из труб инвентарь, уродливая горка, шпалы вместо лавочек. Повсюду окурки, бутылки, мусор. Судя по этой детской площадке, детство у юных жителей заводского района суровое. Эти лесенки и горки не только устарели им не менее 40 лет, но и представляют реальную угрозу. Я, например, не понимаю, зачем на детской горке торчит такой вот опасный штырь. Если с ребенком случается какой-то несчастный случай, и если даже ребенок погибнет, то кто несет ответственность за это? Управляющая компания. Это регламентируется жилищным кодексом. То есть содержание детской площадки вообще осуществляется за счет средств, собранных жильцов этого дома. Но этот дом признан аварийным, и жильцам явно не до благоустройства двора. Поэтому Ольга Олепкина обычно гуляет с трехлетней дочкой в сквере заводского района. За эту территорию отвечает районная администрация. И вроде для отдыха с детьми созданы все условия. Но приглядевшись, оказывается, что горка не закреплена и может повалиться на бок. Родительский глаз подмечает и другие недостатки. Песок не завозили, нет покрытия, то есть постоянная грязь. Вот собаки, выгул собак происходит. Чиновники обещают все исправить, пообщаться с управляющими компаниями и жителями. А правозащитница просит жителей региона сообщать ей об опасных для детей местах. В социальных сетях уже появилась специальная группа. Каждый присланный запрос, он обязательно будет разбираться по полной программе. То есть с привлечением всех силовых ведомств. Собираются подключиться и саратовские активисты. У них есть идея собрать добровольцев, которые будут патрулировать дворы и детские площадки, в которых принято распивать алкоголь и курить. Юлия Шишкина, Евгений Шейченко, РЕН-ТВ, Саратов.